Добрый вечер, уважаемые слушатели! Сегодня, ваше внимание, мы хотим предложить работу Владимира Ильича Ленина «Выборы, учредительное собрание и диктатура пролетариата». Это одна из работ Владимира Ильича, в которой он развивает учения о диктатуре пролетариата как орудии построения социалистического общества, а также противопоставляет советскую демократию фальшивой буржуазной демократии. Написана была эта работа Владимиру Ильичу Ленину 16 декабря 1920 года. Казалось бы, почему только в конце 1920 года он написал, хотя выборы прошли в ноябре 1917 года в это учредительное собрание. Ну, здесь причина столь позднего рассмотрения этого вопроса. Ну, во-первых, долго собирались, подводились итоги, а во-вторых, уже образовался у нас третий интернационал в 19-м году, помните? 4 марта был официально утвержден, и в этом году исполнилось вот буквально два дня назад ему 104 года, третьему интернационалу. И этот третий интернационал стал привлекать туда пролетариат, наиболее сознательную часть пролетариата, наиболее сознательных социалистов. И, естественно, что кроме тех, кто стоял на четких марксистских позициях, пытались примкнуть к этому третьему интернационалу различные оппортунистические течения. И поэтому необходимо было показать, почему, несмотря на то, что в это учредительное собрание в результате выборов в ноябре 2017 года прошло только 25% представителей от РСДРП, то есть от большевиков. И подавляющее большинство, это было мелкобуржуазное представительство, но тем не менее, уже к тому моменту, к моменту выборов, уже была установлена диктатура пролетариата, то есть уже была установлена советская власть. И в этой работе Владимир Ильич Ленин, можно ее разделить условно, конечно, на две части. В первой части он как раз рассматривает итоги этих выборов, почему, что, как проходили где, в каких городах, в каких краях и так далее, как в армии проходили выборы. То есть он подводит здесь и делится своим взглядом на эти итоги. Но мы это рассматривать сейчас не будем, потому что здесь очень много цифр, они утяжеляют. Те, кому это интересно, почему именно так получилось, пожалуйста, сами посмотрите. А вот вопрос о необходимости диктатуры пролетариата и как эта диктатура должна справляться с управлением государством. Вот это вторую часть. Я бы хотел кратко, наиболее важные мысли Владимира Ильича Ленина до вас довести. Итак, рассмотрев подробно итоги выборов, Владимир Ильич говорит, мы изучили на основании данных о выборах в учредительное собрание три условия победы большевизма. То есть почему все-таки большевизм победил. Первое. Это подавляющее большинство среди пролетариата. То есть марксистское течение в пролетариате имело подавляющее большинство. Второе. Почти половина в армии. И третье. Подавляющий перевес сил в решающий момент, в решающих пунктах, а именно в столицах и на фронтах армии, близких к центру. Вот три решающих причины, почему победила советская власть. Но эти условия, говорит Владимир Ильич, могли бы дать лишь самую кратковременную и непрочную победу, если бы большевики не могли привлечь на свою сторону большинство непролетарских трудящихся масс, отвоевать их себе у эсеров и прочих мелкобуржуазных партий, которые составили большинство в выборах, в учредительное собрание. И главное, говорит Владимир Ильич, именно в этом. И далее он продолжает. Господа оппортунисты, учат народ в издевку над учением Маркса. Пролетариат должен сначала завоевать большинство посредством всеобщего избирательного права, потом получить на основании такого голосования большинства государственную власть, и затем уже на этой основе, последовательные в кавычках он это слово ставит, или иные говорят, чистой демократии организовать социализм. А мы говорим, на основании учения Маркса и опыта русской революции, пролетариат должен сначала не свергнуть буржуазию и завоевать себе государственную власть, а потом эту государственную власть, то есть диктатуру пролетариата, использовать как орудие своего класса в целях приобретения сочувствия большинства трудящихся. То есть подтверждает тот тезис, что без поддержки большинства трудящихся, диктатура пролетариата долго бы не просуществовала. Далее. Каким же образом государственная власть в руках пролетариата может стать орудием его классовой борьбы за влияние на непролетарские трудящиеся массы, за привлечение их на сторону пролетариата, за оторвание, отвоевание их от буржуазии. И здесь Владимир Вильевич приводит два основных момента или вывода, отвечающих на эти вопросы, как привлечь непролетарские массы. Во-первых, говорит он, пролетариат достигает этого тем, что пускает в ход не старый аппарат государственной власти, а ломает его в дребезге, не оставляет в нем камня на камне и создает новый государственный аппарат. Этот новый государственный аппарат приспособлен к диктатуре пролетариата и к его борьбе против буржуазии за непролетарские трудящиеся массы. Этот новый аппарат не выдуман кем-либо, а вырастает из классовой борьбы пролетариата, из ее распространения вширь и вглубь. Этот новый аппарат государственной власти, новый тип государственной власти, есть советская власть. То есть новый аппарат, который создается после неизвержения буржуазии, это советская власть. А в Советы допускались только трудящиеся и эксплуатируемые, при исключении всех и всяческих эксплуататоров. Таким путем, сразу, одним ударом, немедленно после завоевания государственной власти пролетариатом, пролетариат отвоевывает у буржуазии громадную массу ее сторонников из мелкобуржуазных и социалистических, в кавычках, партий. То есть те, которые называли себя социалистами. Это первый ответ на вопрос, каким образом в руках пролетариата власть может стать орудиями классов борьбы. Во-вторых, говорит Владимир Ильич, пролетариат может и должен сразу, или во всяком случае, очень быстро отвоевать у буржуазии и мелкобуржуазной демократии их массы, то есть массы, шедшие за ними, отвоевать посредством революционного удовлетворения их наиболее насущных экономических нужд ценой экспроприации помещиков и буржуазии. То есть непролетарские массы можно привлечь только ликвидировав эксплуатацию, ликвидировав то, что принадлежало буржуазии и помещикам и удовлетворить потребности непролетарских масс, ну прежде всего, конечно, крестьянских в России. Буржуазия этого сделать не может, хотя бы она обладала какой угодно могучей государственной властью. Пролетариат же на другой же день, после завоевания им государственной власти, это сделать может, ибо он имеет для этого аппарат, то есть советы, и экономические средства, то есть экспроприации буржуазии и помещиков. Далее продолжает мысль Владимир Ильич о том, что один пролетариат без поддержки основной массы ящерства населения не сможет руководить государством, говорит, пролетариат не может победить, не завоевывая на свою сторону большинство населения, но ограничивать или обусловливать это завоевание приобретением большинства голосов на выборах при господстве буржуазии есть непроходимое скудоумие или простое надувательство рабочих. Чтобы завоевать большинство населения на свою сторону, пролетариат должен, во-первых, свергнуть буржуазию и захватить государственную власть в свои руки. Он должен, во-вторых, ввести советскую власть, разбив в дребезги старый государственный аппарат, чем он сразу подрывает господство, авторитет, влияние буржуазии и мелкобуржуазных соглашателей среди непролетарских трудящихся масс. Он должен, в-третьих, добить влияние буржуазии и мелкобуржуазных соглашателей среди большинства непролетарских трудящихся масс революционным осуществлением их экономических нужд насчет эксплуататоров. То есть он эту мысль, которую вы сказали раньше, усиливает вот этой мыслью. Далее. Как достичь, значит, то, чтобы непролетарские массы поддержали пролетариат в установлении советской власти? Он как бы раскрывает шире и делает выводы, что нужно сделать. И говорит, сопоставление выборов в учредительное собрание в ноябре 17-го года и развитие пролетарской революции в России с октября 17-го года по декабрь 19-го дает возможность сделать выводы, относящиеся к буржуазному парламентаризму и пролетарской революции всякой капиталистической страны. То есть он на основании того, что выше было сказано, что нужно завоевывать влияние, он предлагает сделать выводы, которыми должен руководство пролетариат во всякой капиталистической стране и как должен относиться к буржуазному парламентаризму пролетариат в этих капиталистических странах. И он делает здесь 10 таких, будем говорить, марксистских выводов. Я кратко остановлюсь на всех этих 10. Первый вывод, который делает Владимир Ильич, он говорит, что всеобщее избирательное право является показателем зрелости понимания своих задач разными классами. Оно показывает, как склонны решать свои задачи разной классы. То есть, когда существует всеобщее избирательное право, значит разные классы участвуют в нем. Но самое решение этих задач дается не голосованием, а всеми формами классовой борьбы вплоть до гражданской войны. Вот такой делает первый вывод. Второй, социалисты и социал-демократы второго интернационала, то есть тот интернационал, который существовал до создания третьего и поддержал, помните, империалистические войны. Так вот, социалисты и социал-демократы второго интернационала стоят на точке зрения вульгарной мелкобуржуазной демократии, разделяя ее предрассудок, предрассудок, будто голосование способно решить коренные вопросы борьбы классов. Третий вывод. Участие в буржуазном парламентаризме необходимо для партии революционного пролетариата ради просвещения масс, достигаемого выборами и борьбой партии в парламенте. Но ограничивать борьбу классов борьбой внутри парламента и считать, или считать эту последнюю высшей, решающей, подчиняющей себе остальные формы борьбы, значит переходить фактически на сторону буржуазии против пролетариата. То есть этот вывод говорит о том, что в условиях буржуазной демократии, то есть буржуазного парламентаризма, никакими выборами к диктатуре пролетариата прийти невозможно. Четвертый вывод, который делает Владимир Ильич. Такой переход на сторону буржуазии совершают фактически все представители и сторонники второго интернационала. Когда они признавая на словах диктатуру пролетариата на деле в своей пропаганде внушают ему ту мысль, что он должен сначала добиться формального выражения воли большинства населения при капитализме, то есть большинства голосов в буржуазном парламенте, для имеющего наступить за тем перехода политической власти к пролетариату. То есть опять же это такой путь невозможен. Пятый вывод, который делает Владимир Ильич. Это непонимание состоит в особенности в следующем. Забывают, что буржуазные партии господствуют в громадной степени благодаря обману ими масс населения, благодаря гнету капитала, к чему присоединяется еще самообман насчет сущности капитализма. Самообман более всего характерный для мелкобуржуазных партий, которые обычно хотят заменить классовую борьбу более или менее прикрытыми формами примирения классов. Пускай сначала при сохранении частной собственности, то есть при сохранении власти и гнета капитала, большинство населения выскажется за партию пролетариата. Только тогда она может и должна взять власть. Так говорят мелкобуржуазные демократы, фактические слуги буржуазии, называющие себя социалистами. Социалистами слово он взял в кавычки, Владимир Ильич. Пускай сначала революционный пролетариат низвергнет буржуазию, сломит гнет капитала, разобьет буржуазный государственный аппарат. Тогда пролетариат, одержавший победу, сможет быстро привлечь на свою сторону сочувствие и поддержку большинства трудящихся непролетарских масс, удовлетворяя их за счет эксплуататоров. Говорим мы. То есть мы это марксисты. Это вот что касается пятого вывода. И в шестом он продолжает эту мысль. Или иными словами, сначала дадим обязательство признавать принцип равенства или последовательной демократии при сохранении частной собственности и иго капитала, то есть фактического неравенства при формальном равенстве. И будем добиваться решения большинства на этой основе. Так говорит буржуазия и ее подпевалы мелкобуржуазные демократы, называющие себя социалистами и социал-демократами. Сначала классовая борьба пролетариата разрушает, завоевывая государственную власть устои и основы фактического неравенства, а затем победивший эксплуататоров пролетариат ведет за собой все трудящиеся массы к уничтожению классов. То есть к тому единственно социалистическому равенству, которое не является обманом, говорим мы. Это вот пятый и шестой вывод, противоположное понимание оппортунизма и марксизма, как пролетариат может прийти к власти. Седьмой вывод. Во всех капиталистических странах наряду с пролетариатом или с той частью пролетариата, которая осознала свои революционные задачи и способна бороться за их осуществление, имеются многочисленные, несознательно-пролетарские, полупролетарские, полумелкобуржуазные слои трудящихся масс, которые идут за буржуазией и за буржуазной демократией, будучи обманутой ею, не веря в свои силы или в силы пролетариата, не сознавая возможности получить удовлетворение своих насущнейших нужд за счет экспроприации эксплуататоров. Эти слои трудящихся и эксплуатируемых дают авангарду пролетариата союзников, с которыми он имеет прочное большинство населения, но завоевать этих союзников пролетариат может лишь при помощи такого орудия, как государственная власть, то есть лишь после низвержения буржуазии и разрушения ее государственного аппарата. Восьмой вывод. Сила пролетариата в любой капиталистической стране несравненно больше, чем доля пролетариата в общей сумме населения. Это потому, что пролетариат экономически господствует над центром и нервом всей хозяйственной системы капитализма, а также потому, что пролетариат экономически и политически выражает действительные интересы громадного большинства трудящихся при капитализме. То есть пролетариат наиболее современный, наиболее грамотный и прогрессивный выразитель интересов трудящихся. Так нужно понимать этот восьмой вывод. Девятый вывод. Наконец, в каждой капиталистической стране есть всегда очень широкие слои мелкой буржуазии, неизбежно колеблющиеся между капиталом и трудом. Пролетариат для своей победы должен, во-первых, правильно выбрать момент решающего нападения на буржуазию, учитывая, между прочим, разъединение буржуазии с ее мелкобуржуазными союзниками или непрочность их союза. Во-вторых, пролетариат должен после своей победы использовать эти колебания мелкой буржуазии так, чтобы нейтрализовать ее, помешать ей встать на сторону эксплуататоров, уметь продержаться известное время вопреки ее шатаниям. Вот такой девятый вывод. И десятый. Одним из необходимых условий подготовки пролетариата к его победе является длительная и упорная, беспощадная борьба против оппортунизма, реформизма, социал-шовинизма и тому подобных буржуазных влияний и течений, которые неизбежны, поскольку пролетариат действует в капиталистической обстановке. Без такой борьбы, без предварительной полной победы над оппортунизмом в рабочем движении не может быть и речи о диктатуре пролетариата. Большевизм не победил бы буржуазию в 17-19 годах, если бы он не научился предварительно в 1903-1917 годах побеждать и беспощадно изгонять из партии пролетарского авангарда меньшевиков, то есть оппортунистов, реформистов, социал-шовинистов. Вот такие 10 выводов Владимира Ильича я хотел до вас довести. Собственно, на этом практически работа Владимира Ильича заканчивается. Пожалуйста, какие-то есть, может, вопросы или что-то хотите высказать по поводу услышанного? Ну, вполне логично, что Владимир Ильич написал эту работу в 20-м году, несмотря на то, что для Союза она потеряла актуальность, но при этом остальные-то страны оставались, так сказать, без выбора, поэтому работа актуальна в том числе и для нас. А и опять, он же эти выводы делает для стран капитализма, а мы-то вернулись в капитализм. Вот эти как раз 10 выводов и для нашей капиталистической страны вполне подходящие. Вот как раз и давайте обсудим, мы в прошлом занятии с вами этот вопрос уже поднимали и вот в этом еще раз поднимаем, тем более здесь последний первый тезис, они примерно одинаковые. Хорошо, вот марксистская партия, большевистская, она, я так понимаю, судя по этой работе, должна была бороться со своими конкурентами, со всякими там мелкосоциалистическими группами, которые не являются... Ну, с оппортунизмом бороться, короче. С оппортунизмом, да. Это внутрипартийная работа. Да. Ну и, соответственно, вопрос, мы сейчас с чем больше должны бороться, друг с дружкой или с буржуазией? На каком этапе и до какой степени мы должны бороться с оппортунизмом? Потом разберемся, после революции, в итоге. До установления диктатуры пролетариата. Нужно бороться с оппортунизмом. И даже после ее установления, как вы помните, изучали в других работах, да, что оппортунизм все равно будет проявляться. И вы помните, что во второй половине 50-х годов прошлого века, когда оппортунисты пришли к управлению государством, что они натворили? Они довели нас, начиная с Хрущева, довели до Горбачева, а тот вместе со своим подельником Ельцин привел нас к капитализму. Опять же, борьба с оппортунизмом должна быть непрерывно. А с буржуазией, конечно, должны быть. Но с буржуазией должна бороться не партия, а пролетариат, организованный пролетариат будет бороться, класс будет бороться, а не партия. А тут за чистоту марксизма, за правильное понимание с оппортунизмом, конечно, должна бороться марксистская партия. Тут все так должно быть. Просто забегая чуть дальше по ходу работы, там говорится, что в советах там рабочие, а мы, между прочим, знаем на историческом примере, что был там советок такой Троцкий, который был совсем не рабочий. И насчет оппортунизма очень интересный момент. Тут большевиком не было, тем не менее, его и в советы выдвинули, и на руководящую должность поставили. Необык, как тема министра, так сказать, главного Красной Армии, товарищу. Ну, понятно, понятно. Этот вопрос понятен. Дело в том, что для того, чтобы советская власть могла эффективно управлять, нужны были грамотные люди. Потому что среди пролетариата не так много было грамотных людей, чтобы обеспечить всю систему управления государством. Это же сложный аппарат государственный. Поэтому привлекали более или менее грамотных и тех, кто принимал диктатуру пролетариата, то есть стоял на позициях удовлетворения нужд трудящихся. Хотя и не совсем, конечно, они были марксистами. Но нужно было привлекать людей, чтобы создать грамотную систему управления пролетарским государством. С троцкистами, получается, можно будет разобраться потом. Да, так и было в истории. То есть с троцкистами пока дружить можно. Ну, если нет, нет, ну как дружить? Если какие-то цели, частные цели совпадают, то почему бы совместно не работать с различными аппаратунистами, в том числе, как вы их называете и троцкистами тоже. У нас аппаратунист не только в троцкист выливается, у нас очень большое течение как раз правое. Троцкисты, да, они леваки, в общем-то, можно сказать, мелкобуржуазные. А у нас правое течение какое мощное. Вон они сидят сколько уже в думах, эти правые реформисты. И что толку от них? Валерий Ильич пишет, что у большевиков уже там большинство на фронте, ну, половина на фронте, большинство в столице. Ну, да, да, да. То есть у них вроде людей там много, большинство, но что-то как-то на руководящую роль у кого-то из аппаратунистов приходится. Это конечно так. Нет, не на руководящую роль, нет. Троцкисты. Нет, нет, нет. В органы управления нужно говорить, да. Не руководящая роль у него была. А он одним из узлов управления государством был допущен. Но дело в том, что он-то, несмотря на свои вывихи, мы можем, конечно, я могу провести целый ряд высказываний Владимира Ильича, начиная с того, как он появился в социал-демократии Троцкий. И до самого конца, до конца жизни Владимира Ильича, как он высказывался о небольшевизме Троцкого, но тем не менее, к его условиям вынуждено было прибегать государство, потому что нужны были грамотные люди, которые могли обеспечить советскую власть. Именно, которая удержала бы власть пролетариата. А государство, в общем-то, в большей степени и последовательно проводило эту политику Ленинскую? Конечно. Не в большей степени, а фактически проводило. По логике вещей все происходило. И потом вот эти все 30-е годы и все прочее. То есть это просто необходимо было делать? Конечно, да. И как только после его смерти аппортунисты пришли к управлению государством, и в течение последующих 50 примерно лет им удалось разрушить советскую власть и вернуть нас на 100 лет назад в капитализм, к сожалению. Так получается какая-то недосказанность у вас. У меня недосказанность. А аппортунистов-то, так сказать, взяли себе в попутчике, потом с ними боролись. Или неправильно? Или может, не стоило отказаться от их услуги? А кто ж тогда... Конечно, нельзя было отказаться. Ну как отказаться? Надо же было создавать органы управления государством. Вынужденная мера была. Конечно, это была вынужденная мера. Так и говорили. То есть нам не обязательно это повторять. Тем более, что, допустим, такие как Троцкий, они уверяли, что да, мы полностью поддерживаем марксизм, всю линию пролетарской диктатуры, все мы полностью поддерживаем. Хотя своими действиями некоторые, они как бы ее разрушали. То есть если мы чувствуем, что у нас есть сторонников больше половины, что у нас есть достаточно управлеческих кадров... Мы можем обойтись без них. Да, без тех, кто не совсем стоит на твердых марксизмских позициях. Но... Все зависит от текущей ситуации. Конечно, конечно. Нет никаких догматов. Конечно, да. Конечно, конечно. В чем Ленин и был силен? Диолик, так и по ситуации. Да. Да, да, да. Как раз я к этому, собственно, и подводил. Учите науку ротики. Спасибо.